Основные задачи работы администрации Славянска-на-Кубани – развитие городской экономики, создание комфортных условий для проживания и благоустройства территорий. О том, чего удалось добиться в минувшем году, глава города Александр Берсенев рассказал на расширенной сессии Совета. Подробности в нашем репортаже. В актовом зале района администрации, где состоялась сессия, собрались помимо депутатов, представители городских предприятий и организаций, административные работники, активные общественники. Глава города, подытоживая сделанное, отчитался перед собравшимися о том, чего удалось добиться в 2018 году. Городу есть чем гордиться. Благодаря серьезному экономическому подъему вырос бюджет, что позволяет решать все больше проблем волнующих горожан. Александр Берсенев подчеркнул, что именно живое общение с людьми помогает правильно расставлять приоритеты для работы городской власти. Большое внимание уделяется обновлению асфальтового покрытия городских дорог. На условиях софинансирования на эти цели в минувшем году было израсходовано более 40 миллионов рублей. Новый асфальт появился на восьми участках улиц. Продолжается реализация проекта формирования комфортной городской среды. Была благоустроена территория на улице Красной возле памятника Ленину. Здесь сделаны дорожки из плитки, красивая зеленая зона, установлены дополнительные фонари, расставленные урны и малые формы и лавочки. Обновленность территория стала завершением сквера «Олея любви» благоустроена год назад. В сквере «Молодежный» вымощенная плитка, пешеходная дорожка, установленные удобные и красивые лавочки. В 2018 году мы озеленели эту территорию, подвели освещение, установили фонари и к концу года сквер действительно преобразился. Кроме того, продолжается работа по содержанию и развитию сети ливнеотведения, улучшается уличное освещение, его протяженность достигла 154 километров. Совершенствуется работа общественного транспорта. Подытоживая все сказанное, Александр Берсенев поблагодарил всех, кто внес свой вклад в достигнутые городом успехи – руководителей, специалистов и рядовых тружеников. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что развитие Славянска на Кубани экономическое и социальное в числе приоритетов районных властей. Приятно, что цифры положительные вы слышали. 130,1% в целом загрузка товаров – это работа нашей экономики. Соответственно, и доходы, если в 2017 году были 400 миллионов, то в 2018 году – 523 миллиона. Районная администрация, соответственно, понимает, что город – это столица Славянского района. Мы гордимся, нам тоже хочется, чтобы здесь было красиво, чтобы было комфортно, удобно. Депутат законодательного собрания Кубани Жанна Беловол сказала, «Всё, что прозвучало в докладе главы города, актуально и жизненно, и достигнуто во многом благодаря взаимодействию и общей дружной работе». Высокий уровень взаимодействия всех уровней власти, то есть начиная от общественных организаций, наши квартальные, наши торговцы, и вообще все общественники, и заканчивая руководством. И, конечно, высокий профессионализм. Слава Богу, у нас в районе нет заезжих вариантов, слава Богу, каждый, кто сидит сегодня у руководства, он знает все улицы, все дороги, все тротуары, и, конечно, большая степень ответственности. Я хочу сказать всем большое спасибо за такую огромную совместную работу, потому что я считаю, что самое главное, что сегодня мы должны сделать, это окружить заботой и вниманием людей. Итоговую положительную оценку работе главы города и его администрации поставили депутаты и глава Славянского района Роман Синеговский. Славянцы довольны тем, что их любимый город уверенно развивается и становится все краше. Город действительно озеленен, цветет просто, улицы хорошеют. Я, так сказать, с удовольствием действительно подчеркиваю, что вот сейчас сессия прошла, и решение депутатов было признать работу администрации города положительной. Я к этому, естественно, присоединяюсь. Хорошеет город, становится чище, краше, ярче, больше цветов, больше мест, где можно отдохнуть людям. Да, пойти с детворой погулять. Очень много сделано в 2018 году. Работы еще много. Конечно, будем надеяться, что все, что задумал глава, что в планах, оно будет осуществлено. Много внимания уделяется именно этому традициям нашего города, мероприятиям, которым проводится. Ни одно мероприятие не проводится вот просто так без большой подготовки. Это отмечают жители города. И, конечно, дети. Много внимания. Вот я, как руководитель образовательного учреждения, вижу, сколько внимания уделяется детям, особенно в праздничные дни. Их досугу. Как говорят, большая дорога начинается с первого шага. И эти первые шаги уже сделаны. Впереди у города новые свершения. Здесь запланировано много хорошего в части благоустройства, чтобы славянцы жили еще лучше и комфортнее. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа События.